А скажите, а почему, Юрий, а почему такие разные цифры? Вот это вызывает вопрос. Почему, например, действительно статистика, вы говорите, уже большая накоплена? Почему уровень смертности, например, я не знаю, в Германии достаточно низкий? Я, насколько понимаю, сегодня, я сегодня читала такие цифры, не знаю, насколько они соответствуют действительности, что заражение выявлено у 400 тысяч в Германии сегодня, но есть только 8 смертей на эти 400 тысяч. В той же Италии, например, какие-то колоссальные цифры, там почти 8% смертности. Почему так? Я думаю, что смертность в пределах от 3 до 5%, 8, это можно сказать, относить туда же. Почему? Потому что наверняка больных в Италии намного больше, чем их зарегистрировали, то есть тестировали не всех. Есть случаи, когда, особенно маленькие дети, дошкольного и младшего школьного возраста, например, в Китае, в той же Италии, описаны случаи, когда бессимптомно дети были не просто переносчиком, а болели, и у них были на снимках воспаления, обширное воспаление легких, а у них не было никакой симптоматики, то есть они не кашляли, у них не было температуры. Наверняка в Италии есть такие случаи, то есть от 3 до 5% это смертность по этому вирусу, но такая же была и в Китае, в Корее. Почему такие цифры в Германии? Может быть, в Германии еще не тестируют людей умерших, хотя мне сложно в это поверить, потому что при таких ситуациях, как правило, в клиниках это все производится. Я работал в клиниках, и когда были эпидемии гриппа, мы тестировали умерших. Сложно сказать, сложно сказать. Все-таки есть, я вижу, даже по европейским каким-то цифрам, мы видим, что вспышки очень большие в Италии, в Испании и во Франции, в других странах значительно меньше. И понимаете, как вокруг, потому что если бы речь шла о разных этносах или еще что-то, могли бы говорить о том, что организмы, скажем, китайцы, более восприимчивые, чем организм европейского человека. Но здесь об этом речь не может идти, потому что все европейцы. И почему, как вы считаете, я понимаю, что это только предположение, почему именно люди за 60, только речь связана с иммунитетом, или там за 65 более подвержены каким-то тяжелым формам, это речь идет только об иммунитете, да, я так понимаю? Речь идет об иммунитете, речь идет еще, скажем, о запасе прочности как такового. То есть организм с возрастом теряет свойства самовосстановления и регенерации. Речь идет о том, что в этом возрасте намного больше людей, которые имеют хронические заболевания. Вернемся к Италии. В Италии просто проблема заключается в том, что одновременно заболело очень большое количество человек. Мы возвращаемся опять же о моменте коэффициента передачи. Это социальная проблема, то есть человек, который болеет обширным воспалением легких и требует интенсивной терапии, его нужно поместить в больницу, ему нужна интенсивная терапия. Если места больничной койки банально заняты, то шансы у человека выжить колоссально снижаются. Это очень сложно.